Здравствуйте, Виктор! Интересный вопрос для видео. Что было бы, если человек оказался бы в самом центре Земли? Силы гравитации раздавили бы его или он был бы в невесомости, словно в космосе? Ну, практическая часть такова, что для взаимодействия все как в школьном курсе физики, потому что формула одна. Но вот Ньютоновская формула и тяготение прямого и формула приталкивания, она в результате получается одна. Поэтому при погружении в центр Земли, что у нас будет происходить? Мы график этот показывали, да, сила будет уменьшаться, результирующая уменьшаться, да. У нас сначала есть сила, которая нас тянет ближе к Земле, чем мы глубже от поверхности заходим, у нас масса разносится. У нас часть масса вправо, влево разошлась, да, и мы тянемся. То есть мы и сюда продолжаем, да, приталкиваться, и сюда. В результате, когда мы дошли до центра, мы попали в равновесие. Мы попали в равновесие, в состояние равновесия. Поэтому тут как бы без вариантов. Само строение Земли тут уже получается по-другому. Просто общая суммарная возможность для того мира, который мы видим, она разная. По прямому притяжению, по прямому приталкиванию. По прямому притяжению у нас просто обвал, у нас нет земли, мы не падаем, мы уже просто все обнулились, да. Если нас как-то боксисткой замазать, землю замазать, ну какие-то эффекты будут. Ну, все, что мы как бы знаем, вот из школьного курса, оно относится именно к реальным проявлениям природы. А реальные проявления природы, они по факту и получены от прямого приталкивания, приталкивания телом. Когда все отталкивается, в результате получается приталкивание. И тогда возможно как раз тела и формы сфер и так далее. Те эффекты, возможно, кольца Сатурна на приталкивание, это возможно на притяжении, на прямом невозможно, невозможно эти планетарные системы выдумать. Поэтому стыдливо обходят эту тему все космологи, все физики. А эти объекты только на приталкивание возможны. Также остальные все объекты, степень съемок, конечно, непонятно, да, но вот когда над поверхностью Солнца обращается по какой-то несоизмеримой орбите объект, это тоже возможно только на приталкивание, на прямом притяжении это невозможно, так как объект бы упал. Поэтому масса природных явлений, вообще любые орбиты, любой планеты, вот обращение планеты вокруг Солнца невозможно, луны вокруг Земли невозможно, на прямом притяжении, просто обвал происходит на любых скоростях. Просто надо писать грамотные учебники, для этого нам надо сформировать команду и приступить к работам. Мы должны выйти на нормальное финансирование, мы над этим работаем, имеем внятные цели, эти наши цели очень полезны для сообщества, для общества, для цивилизации. Мы лидеры в этих вопросах, интеллектуальное опережение над всеми этими британскими науками, да, остальными имеем. Мы единственный центр меняемой цивилизации на этой планете, мы центр цивилизации. Вот наше сообщество, это центр планетарной цивилизации. По поводу ножей, вспомнилось мне видео давнее из научно-популярной программы какой-то, когда я еще не был знаком с Виктором. Так вот, там говорилось, что когда мы ходим по поверхности, мы фактически ходим по воздуху. Так как при приближении атомов разных веществ начинает очень резко расти сила межатомного взаимодействия, которая отталкивает их таким образом, что мы никогда не соприкасаемся вещественно с другими веществами. И они это называют то ли электрослабым, то ли электросильным взаимодействием. То есть ученые фактически признают, что все отталкивается, однако делают из этого противоположные выводы почему-то. Вот так вот реально. Если у вас все атомы друг от друга отталкиваются, почему у вас тогда тела притягиваются? Как? Противоречит логике. Реально. Это действительно так. Фри обозначает еще в раннем школьном курсе, что да, прямое отталкивание у атомов есть. Но потом дают противоположную информацию. Помечена система 10 миллионов просмотров. Да, на нашем канале 10 миллионов просмотров. Ну, не знаю, цифры какие-то. Какой-то юбилей. Научный трибунал. Юбилей 10 миллионов просмотров. Смотрим дальше. Повышаем цифры. Виктор Губин. У меня возник вопрос, на который не могу найти ответ. Зачем в вашей конструкции гравитационного приталкивания присутствуют локальные гравитационные поля для формирования общего базового поля? Ни зачем, мы просто отражаем факты. Чтобы получить базовое поле, вам нужна совокупность всех полей. Мы не можем получить базовое поле волшебным образом. Более того, у вас поле и объекты должны быть скреплены, скажем так, в кавычках. Можно так назвать. Иначе, как у вас, ваше поле будет взаимодействовать в материи, если оно не является объединением, скреплением. Без локальных гравитационных полей вообще это все бессмысленно. Это не рабочая схема. И это не по желанию, мы по факту идем. Вот как оно может быть, как оно есть, так мы идем. Далее. Ну, при средней плотности вещества, 5 атомов на кубометр, формирование достаточно сильного базового поля едва ли возможно. Так, по цифрам не знаю. Кроме этого, наличие локальных полей в сочетании с базовым полем и зоной затенения дают крутую кривизну графика, нежели в ньютоновской модели. Так, еще раз. Кроме этого, наличие локальных полей в сочетании с базовым полем и зоной затенения дают другую кривизну графика, нежели в ньютоновской. Вы не знаю, где вы эти данные берете. по распределению мы точно это просчитали единицы на р квадрат друг другого варианта нет это достаемная информация мы подтвердили это формула воздействия с развернутом виде я не знаю если вы даете такие утверждения давайте хотя бы ссылку как вы получаете такие данные вообще непонятно и какая траектория будет зоне затенения вот этого тела в результате действия локальных сил вы наверное рассматриваете эфирную версию зоной затенением скорее всего это но здесь вообще другая другая схема эфирная версия не не действительно понимаете чтобы ответить на ваш вопрос приходится гадать что у вас голове никак зацепиться не за что ньютоновская формула здесь явно не поможет все что вносит путаницу в умы вновь просвещенных пока блин подозреваю что у вас утонется между версиями я не знаю как вы приходите таким вот у меня нету основания проследить вашу цепочку рассуждений и как вот этот путь если принять наличие общего базового поля как факт ваша модель прекрасно обходится без локальных людей которого которые к тому же на практике никак себя не проявляет что вы пишете как локальные поля себя не проявляют ну как локальное поле земли себя не проявляет когда на него все обрушивается вот мышка попала за проявила себя поле как она не проявляет все сдаюсь вопрос некорректен ваша виктор губин представления не смог я от сканировать а 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 еще а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok